Здравствуйте! Мы с вами на стадию Олимпико в Риме. Бурлит стадион. Надеюсь, за ним будет слышно меня и моего коллегу Константина Генича. Мы с Георгием Черданцевым постараемся все-таки перекричать эту сумасшедшую толпу. Действительно, матч еще не начался, а стадион уже просто кипит. Сегодня Италия сыграет со сборной Швеции. Сегодня у нас не обычный матч, а поединок национальных команд. Это всегда интересно. И непредсказуемо. Клубный футбол это одно, сборная это совершенно другое. Я лично всегда с большим нетерпением жду подобных матчей. Надеюсь, ожидания наши оправдаются. О стадионе пару слов. Поскольку он принадлежит национальному олимпийскому комитету Италии, то не является чисто футбольным. Например, помимо легкоатлетических соревнований, на стадию Олимпику проходят и регбийные матчи. Да, и тогда беговые дорожки приходится накрывать искусственной травой. Поле же для регби длиннее футбольного где-то на 20-40 метров из-за дополнительных зачетных зон за ворот. На экране состав команды хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. А это стартовая расстановка гостевой команды. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Первый удар по мячу и игра началась. Эмиль Форсберг. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? Марко Веррати. Чиро и Мобили. Это может быть опасно. И в штрафной мяч атака может быть опасной. Интересно у нас сегодня вывеска. Есть пара звездных игроков. Игра должна получиться крайне увлекательной. Верно, Константин? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. И задача защитников и той, и другой команды постараться не дать им развернуться и не сыграть результативно. Я думаю, нас с вами ждет очень хороший и качественный футбол сегодня. Бонуччи. Отлично сыграно. Надо решать. Прострел. Так неплохо. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Барзалю. Кондре. Марко Пароло. Пока неплохо. Мяч у защитника он сыграл надежно. Эмиль Форсберг. Хорошо увидел партнера впереди. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлит. Перспективная фланговая атака намечалась. И пробил. С углового мяч будет перед углом. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Мяч потеет. Может получиться интересная атака. Пароло. Чиро и Мобили. Прострел. Хороший вынос мяча из штрафной. Кондре. Мяч потерян. Отличный перехват. Плохо сыграно. Мяч потерян. Джорджу Кьелини. Маттео Дормиан. Италия идет вперед по флангу и не встречают их там. Свисток арбитра угловой. А вот сейф нам еще раз показывает. Просто невероятно сыграл вратарь. Кандрева с угловом. Бануччи. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно не смог он как следует пробить головой. И получилось то, что получилось. Скидка на партнера. Следим дальше за этой атакой. Нет, не дошел этот пас до адреса. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Дни игры. Свободный удар. Елене. Веранти. На пару решили разыграть эту комбинацию. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Марко Веранти. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Эмиль Форсберг. Это может быть опасно. Оставляет мяч для навеса. Мигдаль. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Борзалик. Борзалик. Антонио Кандрево. Чиро и Мобили. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Это может быть опасно. Тут просто подарили мяч соперникам. Антонио Кандрево. Порол. Уверенно действовал в перехвате игрок. И в итоге завладел мячом. Немного не рассчитал силу паса. И вратарь заберет этот мяч. Антонио Кандрево. Это может быть опасная атака. Олад Тойвани. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Марко Порол. Нужно забивать и выходить вперед. Вот это спасение. Это угловод. И прямо в центр штрафа. Олад Тойвани. Опасно было. Очень неплохо он пробил головой. Добрался он все-таки до мяча. И смог нанести прицельный удар. Только вот чуть-чуть не повезло. Мяч прошел рядом со штангой. Марко Веррати. Три минуты будет добавлено. Порол. Марко Веррати. Марко Веррати. Не показал он все, на что способен за эти первые 45 минут. Так ведь? Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен. И у него просто какой-то колоссальный процент брака. Пострел. Так неплохо спасает галкипер ворота. Но придется ему еще стараться. Нужно забивать и выходить вперед. Вот это спасение. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Марко Веррати. Марко Веррати порол. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. А дальнюю подачу. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельный мяч. От головы просто отскочил куда-то непонятно. Выше ворот летит мяч. Хотя из такой ситуации, пожалуй, сложнее было промахнуться, чем забить. В этой атаке было хорошо все, кроме завершающего удара. Он как раз явно не получил. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Потеря. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Пушка страстная! Увидел возможность и зарядил с дистанцией. Да, зубодробительный удар приложился он, так скажем, от души. Смотрим и восхищаемся этим ударом еще раз. А вот батарею его лучше не показать. Повторы. Прекрасный гол из-за пределов штрафной сильным ударом. И какой невероятный удар у него получился. Очень красивый гол. 1-0 в нашей игре. 1-0 в нашей игре. Виктор Линделев. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч и руками. Мяч в игре без задержек. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Антонио Кандрево. Это может быть опасно. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. И режиссеры еще раз предлагают нам посмотреть этот гол. Да, конечно, получился мощнейший удар. Но с такого расстояния вратарь просто не имеет права такие голы. Это может быть опасно. Хороший по задумке пас. В этой атаке оборону пройти не удалось. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Убирайте. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры сборки. Дероси. Увидел открывание впереди. Удар нужен! Эдер! Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам. И, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника. И полностью контролируют игру. Чет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Эдер. Посмотрим за этой атакой. Марко Пароло. Матео Д'Армиан. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Дероси. Дероси. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Эмиль Форсберг. Олад Тойвенев. Альбин Эгдаль. Один гол отыграть можно. И он забивает. Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему голу. Ну что ж, камбэк может состояться. Снова лишь один мяч разделяет команды. Серьезно уступала одна из них. А теперь подобралась к сопернику вплотную. И тут все может измениться за какие-то секунды. Вот это серьезный поворот. Это дополнительный сюжет нашему матчу. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Джорджо Килини. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Марко Веранти. Защита надежно играет. Мяч отобран. Эмиль Форсберг. Пошли последние 15 минут. Тут может что-то получиться. Порол. Нет, не дошел этот пас до адреса. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Может получиться интересная атака. Эдер. Эмиль Форсберг. Олад Тойвен. Есть адрес у этой передачи. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. И мяч в руках наколчит. Стадион захлепнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Олад Тойвен. Отлично сыграно. Надо решать. Явная ошибка защитника. Мяч потерян. Мяч в штрафной еще. Может быть опасно. Эмиль Форсберг. А вот и подходящий момент, чтобы отыграться. Виктор Линделев. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлен. Это может быть опасно. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Дороси. Это. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. И так звучит финальный свисток. Ну что ж, победа это победа. И не важно, где она добыта. В товарищеской игре или официальной. Главное результат. Это аксел. Да, конечно, пусть прозвучит банально, но настрой любого спортсмена должен быть только на победу. Даже если это обычная тренировка. Не научишься настраиваться здесь, что тебе делать в играх посерьезнее. Пострел. Так неплохо спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Нужно забивать и выходить вперед. Вот это спасение. Субтитры сделал DimaTorzok. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Удар нужен. Эдер. Альбин Эгдаль. Один гол отыграть можно. И он забивает. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует...